Природа охраны прокуратура выявила ряд нарушений в работе предприятия Оркоинвест. Посетив свалку в поселке Дровяное, прокуроры установили, отходы сбрасываются прямо на почвенный покров, не укрыты от воздействия атмосферных осадков, а значит вся грязь может попросту смываться на другие территории, например во дворы и огороды. Прокуратура уже вынесла предостережение, есть и решение суда, устранены ли нарушения. Подробности в следующем сюжете. Территория свалки не имеет бетонового или асфальтового покрытия и ограждения. О дренажной системе и речи не идет, а уж тем более об очистных сооружениях. По сути, все отходы скапливаются под открытым небом, ветер их разносит по округе, а дождь смывает в почву. Свалка больше похожа на стихийную, за которую никто не отвечает. Имеются соответствующие требования к объектам размещения отходов, которые данное юридическое лицо при решении своей уставной деятельности не соблюдает. В связи с чем, скажем так, были приняты меры прокурорского реагирования. Юридическое лицо обязано соблюдать все эти требования, которые, скажем так, у нас законодательством урегулированы. Руководство мусорной компании «Оркоинвест» с законами знакомо хорошо. Первый заместитель Ольга Сорокина – член законодательного собрания города Мурманск. Вот только на вопрос, какие меры принимаются, чтобы устранить нарушения, Ольга Борисовна нам не ответила. Вместо этого явно продемонстрировала неуважение к закону, к прокуратуре и даже решению суда. Прокуратурой, я так считаю, что им нечем заняться, они себе статистику нарабатывают. Потому что всем понятно, что... А по поводу чего, кстати, предостережение, о чем речь идет? Точно «Оркоинвест»? Да, обязалась для них нарушение закона. По поводу чего? Городской свалки. Так вот, городская свалка с 50-х годов прошлого века функционирует. Сама по себе свалка – это уже нарушение природоохранного законодательства. Только «Оркоинвест» здесь при чем? Получается, раз свалка существует давно, ей можно пользоваться по своему усмотрению? Прокуроры не согласны. Говорят, закон есть закон. Исследовать ему придется. Если не добровольно, то под влиянием судебных приставов и растущих штрафных санкций. То, что, скажем так, мы выявили данные именно нарушения, это подтверждается и решениями судов. Причем решение судов не первой инстанции. Буквально недавно рассматривалась жалоба представителей «Оркоинвест» в суде второй инстанции апелляционной. В общем-то, наши требования остались в силе. То есть, решение первого суда, скажем так, без изменений. Нарушения имеют место быть, то есть, они их не устранили. И, как вы видите, согласно вашим даже сведениям, они всячески пытаются не исполнять требования действующего законодательства. В отношении «Оркоинвест» возбуждены дела не только за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, но и за нарушение водоохранного режима, что может повлечь загрязнение водных объектов. А это уже прямая угроза здоровью жителей округи.